На турнир по самбо «Золотой круг» ежегодно слежаются самбисты из разных городов Подмосковья и соседних областей. Традиционно турнир «Золотой круг» проходит в начале года. Юные самбисты получают возможность продемонстрировать свою физическую форму и подготовиться к основным официальным стартам соревнований. Предстоят областные соревнования не только в Московской области, но и в других областях, потому что это связано с всероссийским календарем. И поэтому для всех интересно попробовать силы накануне своих региональных перенств. Хочу вам пожелать в дальнейших победах, чтобы выступить на этот непростой путь занятые самбо, продолжали его как можно больше, занимались, добивались побед, высоких. Каждый представлял свой город, который он представляет, и в дальнейшем, чтобы все, благодаря Подмосковья, смогли стать достойными защитниками своего лета. Для многих спортсменов турнир «Золотой круг» в будущем может стать золотым в буквальном смысле, по достоинству завоеванных медалей. Он символизирует золото победы, круг, это борцовский круг, такой золотой круг, золотой дубль у кого-то, золотой успех может быть, золотая победа. Первый день соревнований на двух коврах в зале спорткомплекса «Луч» боролись ребята 12-13 лет. В этом возрасте уже у многих из них проявляются задатки. Видно, кто будет бороться дальше и сможет в дальнейшем выполнить норматив мастера спорта. Борьба шла упорная, порой даже жесткая. Но ведь, как известно, самбо воспитывает лучшие мужские качества, силу, ловкость и, конечно, волю к победе. Не сдаваться даже, если тебе трудно и больно. У него болела рука, я это увидела и решила сделать болевой рычаг локтя. Когда человек лежит, ты его руку вот так вот тянешь. У тебя даже соперник расплакал. Так у него сильно болела рука, он упал на руку. Ну и все, я решила попробовать. На соревнованиях случаются и неудачи, и обидные поражения. Но в спорте побеждает сильнейший. Тот, кто больше тренируется, работает, не жалеет себя. И турнир «Золотой круг» позволяет юным спортсменам почувствовать противника, оценить свои силы и подготовку. Понять, в каком направлении работать дальше. Он был длиннейший, из-за этого я делал переворот. Я люблю больше в стойке бросать. Руку-то сложно вытянуть. Он как бы... И сопротивляться, ее никак не вытянешь. Из-за этого люблю больше бросать. К сожалению, первый день спортивного праздника был омрачен тем, что в одном зале спорткомплекса «Луч» проходило сразу два соревнования. По самбо и тут же за ширмой по тайскому боксу, который предполагает во время поединка включение громкой музыки и подбадривающие крики болельщиков, создающие дополнительный шумовой фон. Все это мешало проведению турнира по самбо. Руководству детской и юношеской спортивной школы «Центр» и спорткомплекса «Луч» надо учитывать, что сложившаяся ситуация абсолютно недопустима. Самбо и тайский бокс – это не только разные виды спорта, но и совершенно разные условия проведения соревнований по ним. Конечно, нельзя такие вещи допускать, чтобы в одном спортивном зале проходило два разных мероприятия по разным видам спорта. Мы же ведь друг другу мешаем. Мы им очень здорово мешаем своими микрофонами, криками. Так же они нам мешают. Не знаю, как так вот получилось, и почему люди, которые проводят другие соревнования, согласились на тот шаг, чтобы провести, и, зная, что соревнования по самбо есть, провести еще один вид спорта. Но, несмотря ни на какие негативные факторы, с которыми пришлось столкнуться с самбистом в день проведения турнира, сергиопосадские спортсмены в очередной раз показали стойкость, мужество и в итоге высокие результаты. Золотые медали вручили Антону Иванову, Рустаму Алиеву и Евгению Горину. Участники, занявшие призовые места, по традиции были награждены дипломами и медалями. Ирина Самойлова не имеет пирая в день города.